Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Как вы помните, в эфире этой радиопрограммы мы встречаемся с российскими бизнесменами, обсуждаем дела насущные. Сегодняшний эфир опять связан с недавно завершившимся форумом «Открытые инновации». И в рамках, естественно, этого замечательного мероприятия, я бы сказал, такого стратегически важного для России, прежде всего, мероприятия, мы будем общаться и сегодня. Значит, я представлю гостя Михаил Цыганков, управляющий партнер «Глобальные техинновации» сегодня в студии. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Значит, и тему мы назвали так «Венчурные инвестиции», «Венчурный капитал», простите, «Традиционные» и «Новые модели развития». Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Все это вам понадобится наверняка для того, чтобы присоединиться к нашей беседе и, позвонив или написав, задать свой вопрос Михаилу, поделиться собственными наблюдениями на этот счет. Ну что ж, все приготовления я сделал. Давайте начнем, Михаил, наш разговор. Ну, наверное, логично было бы вспомнить недавно прошедшее мероприятие. Ну, мне посчастливилось быть приглашенным в число участников панелика, которая, в общем, практически так и называлась, как и наша беседа сегодняшняя. И панель собрала очень много откликов, позитивных откликов на, собственно, насущные темы обсуждения. И неспроста, да, неспроста она привлекла такое внимание, и на самом деле у нас очень хороший был круг участников этой панели. Почему? Почему вообще идет разговор о каких-то новых механизмах финансирования, там, венчурных проектов или, там, проектов, технологических проектов на ранних стадиях? Потому что венчурная индустрия в течение последних уже, ну, почти пяти лет испытывает новые вызовы, которых до последнего времени попросту не было. Эти вызовы для венчурного капитала в первую очередь выражены в том, что они перестали получать достаточно качественный входящий поток проектов. Проектов по-прежнему много, но это не проекты, это идеи, да, чтобы проект стал идеей, он должен быть... Подождите, возьмем, да, цифру, которую вы упомянули, пять лет, да, за последние пять лет, ну, плюс-минус, видимо. Так что пять лет назад, да, было меньше идей или, я не знаю, они были более осознанные, да, они сразу могли превратиться там в какой-то... Ну, вы знаете, давайте я, может быть, немножко утрирую, да, но это лишь скрасит, да, нашу беседу сегодняшнюю. Как работал венчурный капиталист, скажем, в Калифорнии в течение, там, двадцати лет, да? Последних. Вот последних двадцати лет. Значит, чтобы быть успешным венчурным капиталистом в Калифорнии, нужно было несколько вещей. Соблюсти обряды, да, значит, нужно было, ну, понятно, в первую очередь пойти обаять инвесторов, да, поднять от них деньги в венчурный фонд, потому что венчурные капиталисты, напомню, не свои деньги инвестируют, они занимаются доверительным управлением, по сути. Обаять фэмили, офисы, да, или кого-то богатых людей, собрать деньги. Дальше, следующий шаг. Нужно поехать в, там, Пало-Альта, Маунтин-Вью, да, и на Сент-Хилл-Роуд обязательно, да, открыть офис. Сознанием дела рассказывайте, но для большинства слушателей, может быть, это не совсем знакомые географические местности. Это, видимо, пригороды Калифорнии, да? Калифорния. Калифорния это штат, это на самом деле, нет, Пало-Альта, Маунтин-Вью и вообще Кремниевая долина, да, это просто плоское место такое, да, где одно-двух-трехэтажные максимум здания. То есть надо было поехать в провинцию, да? Ну, собственно, в этой провинции вообще-то вся электроника и, собственно, индустрия программного обеспечения мировая, она так или иначе зародилась, да, и это очень, на самом деле, был тоже, там, противоестественный процесс в какой-то момент, но так оно случилось, да, а вот дальше последние 20 лет нужно было уже рассекать на той волне, которая поднялась, да, значит, и для этого нужно было сидеть в своем офисе на Сен-Хюру, вот в Белом обязательно, да, вот так вот все замечательно, красивая секретарша там, все прекрасно, да, и к тебе... Сейчас я позавидовал, почему я не стал венчурным капиталистом? А, вы знаете, поздно уже, уже все, да, значит, сейчас я перейду уже к реалиям, да, значит, и в тот момент косяком шли проекты, да, они просто вот стучались в дверь, один за другим очередь стояла. Знай-выбирай просто. Да, и калифорнийские венчурные капиталисты, они, например, даже на порог не пускали, пусть даже это хороший проект, ребята приехали из Бостона, да, они говорят, ребята, мы не инвестируем в то, до чего больше получаса езды на автомобиле от нашего офиса, до свидания. Может быть, вы хороший, вы извините, ничего личного там и так далее. Можете себе представить, да, какая была конкуренция за деньги, да, среди проектов. Поголовье бизнес-ангелов, да, оно очень велико в Калифорнии, но оно до вот последнего времени, ну, условно, до последних пяти лет, оно занималось поддержкой на самом-самом раннем этапе, потому что они готовы принять на себя высокие риски, но чек, который они готовы выписать, он сравнительно невелик. А вот следующий этап пищевой цепочки, венчур, да, там уже чеки большие, сделок немного, но сделки уже должны быть хорошие, да, то есть это уже проекты должны быть... Уже качество, уже качество. Совершенно верно. И вот был поток таких проектов, которые уже на ангельские деньги справились дойти до состояния инвестиционной привлекательности. Потом, последние вот пять, там, или три года, ребята по-прежнему сидят в белом, они исполняют все ритуалы, как это положено, да, но поток все меньше и меньше, потом в какой-то момент уже перестают стучать, в какой-то момент уже, знаете, школьницы, которые вот испекли печенье, да, и ходят по домам, знаете, стучат и продают, да, они уже перестали к ним за деньгами стучаться. Ну, то есть просто уже стали думать, ну, что происходит. Выясняется, ну, по крайней мере, так, давайте я вам свою версию, да, скажу, какие есть основные драйверы у этого. Может быть, я не все сейчас перечислю, но, по крайней мере, эти вещи очень важны. Пункт номер один, да, значит, это появление социальных сетей, в первую очередь, да, популярных сетей типа Facebook и Twitter, в которых информация распространяется очень быстро от многих ко многим. Если до этого ты сидел на Сен-Хилл-Роуд, да, и все знали, что вот там вот сидят несколько венчурных фондов, и тебе нужно пойти и к ним ногами прийти, постучаться и так далее. Они монополизировали информационный канал на самом деле, да, вот чем они занимались. Когда появилась возможность свободной коммуникации, и когда виральным образом информация распространяется в этом рынке моментально и легко и бесплатно, да, монополия эта сразу разрушилась. Пункт номер один. Пункт номер два. Ангелы, да, и те технологические предприниматели, которые в свое время проходили уже через это, заработали свои деньги, да, они обратились к инвестициями. Они сами решили заниматься этими самыми инвестициями, но заниматься неким своим способом, да. И в общем... То есть они в данном случае традиции не соблюдают, да? Они не соблюдают традиции, они во многом, знаете, такие, то есть они совершенно другие. Если... Хипстеры. Да. Понимаете, вот если взять стартапера-хипстера, да, которому нужно, там, поднять деньги в свой проект, да, и вот перед ним стоят два инвестора, да, у них на самом деле, в принципе, доступ к капиталу один и тот же, да, то есть вот у одного сто миллионов долларов в фонде и у другого. Один застегнут там на все пуговицы, значит, брюки цвета харки, голубая рубашка обязательно, это прямо как у них вообще, в принципе, одежда. Серьезно, униформы, униформы. Сидит на Сен-Хилл-Роуд, да, это вот портрет типичного венчурного капиталиста. И он занимается тем, что он на самом деле сидит и осваивает менеджмент фи со своего фонда. Он просто enjoy the life, да, он получает удовольствие от жизни. И второй, да, второй, это технологический предприниматель, который в этой шкуре был, да, заработал свои деньги, он ходит на те же тусовки, что эти ребята, он говорит с ними на одном языке, там, с матерком пьет пиво, значит, не носит хаки, да, он такой же, он такой же. Он точно такой же, он свой в доску, да. Вот кого они предпочтут, в принципе, для того, чтобы даже свою идею вот так вот просто вот за пуговицу поймать, да, и рассказать. Ну, ответ очереден, конечно, ответ очереден. А откуда взялся вот этот капитал, да, вот у этих своих в доску ребят? Они заработали эти деньги, ну, вот есть группа очень известная такая, PayPal-мафия, да, вот проект PayPal, там несколько, там, основателей, вот ранних эмплойис, они заработали много денег, да. И кто-то из них, ну, Алан Маск, например, да, он занимается Теслой, да, космическими полетами. Кто-то пошел в инвестиции. Есть возможность уже, да? Спасибо огромное, Миша, сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Михаил Цыганков, управляющий партнер глобальной техинновацией. Мы обсуждаем проблемы, проблемы венчурного капитализма. Да. Говорим о традиционных и новых моделях развития, собственно, венчурных инноваций. Я напомню еще раз. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, вернемся в Калифорнию. Ну да. Там тепло. Мы, по сути, начали с проблем, да. И, знаете, вот это там феномен своего в доску парня, да, с которым понятнее, да, грузиться в лодку, да, как с инвестором. Он приводит, в общем, к тому, что вот продолжаем мою налогию, как вот там классический венчурный фонд, весь в белом сидит в офисе на Сен-Хилл-Роуд, да, и, предположим, даже какой-то там проект, стартап, да, объезжает на велосипеде, да, значит, вот все эти точки по этой улице. Вот он приехал на велосипеде и на парковке пристегивает, да, свой велосипед, да. И тут мимо проходит какой-то человек, там, я не знаю, там в пакете у него баночка пива, да, он смотрит и говорит, а ты, случайно, не стартапер? Тот говорит, ну да, я вот приехал тут, значит. Тот говорит, ну давай, там, расскажи, чего у тебя за проект, да. Он рассказывает, тот говорит, ну ладно, хорошо, я готов тебе чек выписать, да. То есть, по сути, это приводит к тому, что сделки, они где-то раньше начали перехватываться, да. Значит... Миш, у меня вопрос возник, может быть, неожиданный, смотри. Вот приехал парень этот на велосипеде, он же приехал туда, вот, к этому парню в белом, во всем белом, а тут приходит какой-то странный тип мимо него и говорит, ну расскажи, чего у тебя есть. Вот он, у него мотивация рассказать этому, откуда появилось. А вы знаете, на самом деле у предпринимателя, да, у технологического предпринимателя, который особенно находится в фазе активного поднятия денег, да, у него не должно возникать вопрос, кому, когда, в какой ситуации, в какое время суток рассказывать о своем проекте. Элевейтор питч, да. Он готов всегда это делать. Да, вы слышали, что такое элевейтор питч? Нет. Это такой термин, это, знаете, короткое, 30-секундное изложение сути твоего проекта. Его на зубок, да, о своем проекте должен знать каждый предприниматель, который пытается поднять деньги. Для чего это? Почему элевейтор питч, да, элевейтор это лифт, да. Это рассказ в лифте, да. Значит, по сути, модель такая, вот, предположим, ты на первом этаже заходишь в лифт, а рядом с тобой инвестор стоит. Нужно успеть его видеть. И он никуда не денется, пока он не доедет до своего, там, 12 этажа. Вот, и все. И он заперт, да, он вынужден тебя выслушать, да. Вот, ты за эти 30 секунд должен ему прямо в мозг, да, загрузить, собственно, свою идею. Он должен ее, как минимум, не то, чтобы полюбить там сразу и все, выписать чек, нет. Он должен заинтересоваться настолько, чтобы с тобой была уже следующая встреча, на которой ты все изложишь обстоятельно. Поэтому такого вопроса, да, когда вот проходит какой-то человек, да, он там выглядит, там, может быть, невзрачно, да, но, тем не менее, там, знаете, вот как в гуглу, да, когда первый чек там на 100 тысяч был выписан, да, он был выписан вот так вот, на щелчок, да, там было в чеке написано название компании, которая не существовала, да, у них потратили они еще время для того, чтобы зарегистрировать компанию, чтобы этот чек получил деньги. Вот, поэтому к этому, в принципе, да, там все привыкли, здесь ничего особенного нет. Вот, ну а теперь там к проблемам, да, на самом деле, когда поток, входной поток проектов готовых уже вот к венчурному этапу, а венчурный, просто чтобы радиослушателям было понятно, да, это там единица миллионов долларов, да, то есть это проект, в котором уже есть продукт, да, может быть даже уже оттестированный на рынке, может быть уже запущенный, и это не просто идея, это не просто несколько листиков бизнес-плана, там и так далее, да, это уже некая серьезная вещь, и оценка у нее тоже уже единица миллионов долларов, да, вот. Вот таких проектов мало, инвестировать не во что, а инвесторы в венчурных фондах спрашивают, ребята, мы вам платим вообще-то хорошие деньги, менеджмент фи, вы там, знаете, за 100 миллионов, со 100 миллионов долларов фонда в год, да, менеджмент фи, управляющая компания получает, ну, там, от 2 до 2,5 процентов, это 2,5 миллиона долларов, там пара партнеров сидит, да, у них пара аналитиков, ну, там, секретарша, офис и так далее, ну, понимаете, да, вот, и в принципе инвесторы задают вопрос, почему ничего не происходит, почему нет сделок там и так далее. Они вынуждены просто, да, значит, выбирать лучшее из худшего, либо как-то двигаться ближе к народу, да, да, либо создавать какие-то альтернативные механизмы, да, и на самом деле, вот, там, 5 лет назад самые мудрые из таких классических уже долгоживущих, да, долгожителей венчурной индустрии, они это осознали и они поняли, что единственная возможность, вот, в этом тренде получить себе хороший поток проектов, да, это начать на более ранней стадии что-то делать. Они не могут из этого фонда инвестировать в маленькие сделки. Есть себестоимость сделки, да, 100 миллионов долларов фонд, да, если там средний чек, скажем, 3 миллиона, да, то, ну, менеджмент фи давайте вычтем сразу, получится 15 сделок в портфеле условно, да, это без доинвестирования. На самом деле их, скорее всего, будет, там, порядка 12, да, 12 сделок, у каждой, там, своя себестоимость, да, то есть она тоже, там, сотню тысяч долларов может составлять, потому что нужно тщательную проверку провести, структурировать, там, адвокаты, юристы и все такое, да. Они физически не могут из такого фонда делать сделки по 100 тысяч долларов, да, вот как там первые чеки, там, они не могут даже по 500 тысяч долларов делать, потому что себестоимость очень высокая, раз, во-вторых, у тебя в портфеле вместо 12 сделок, которые два партнера могут отследить, у тебя будет, там, 50 или 80, да. Просто закопаться. Да, это будет то, что называется, знаете, ковровая бомбардировка. Сеятель, сеющий облигаций трехпроцентного займа, да, по стартапевскому рынку. Совершенно. Вы рисовать умеете, да, оттуда же. Да, 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 да. Вот, в эту игру они просто не могут играть, да, у них в мандате написано, что, ну, это не их цель, да. Они должны создавать какой-то механизм более ранний. И, собственно, тогда и появился Y-Combinator, да, который вообще-то поддерживался традиционным классическим венчуром, да, который был построен как механизм, который отлавливает совсем еще ранних на уровне идеи или, может быть, какой-то маленькой поделочки, а потом занимается их акселерацией, да, то есть ускорением их развития и доведения до состояния инвестиционной привлекательности уже на венчурной стадии, когда они уже единицы миллионов долларов могут принять. При этом есть еще маленький нюанс, да, вот, он состоит в том, что когда у тебя проект пришел в акселерацию, ты ногу в дверь ему уже вставил, да, то есть, в принципе, ты даже в самом начале акселерации можешь с ним структурировать уже следующую сделку, которая будет исполнена, если он достигнет целей, которые ты перед ним поставил. Вот эта акселерация — это помощь проекту в развитии, да. Вот эта вот новая, по сути, модель, да, в этой модели меньше такого финансирования, непосредственно денег, которые в проект приходят, хотя они тоже приходят, да, больше содержательной поддержки, да, то есть это не просто деньги, это не просто умные деньги, знаете, тоже такой термин, да, это когда инвестор еще тебе помогает с проектом, а это суперумные деньги. Миш, прерву, сейчас у нас рубрика «Вне времени», давайте послушаем, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, тема сегодняшней программы «Венчурный капитал», традиционные и новые модели его развития. У меня в гостях Михаил Цыганков, управляющий партнер «Глобальные техинновации». Телефон студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании финам.фм. Миш, продолжим, продолжим наш разговор, и так, о новых моделях развития. Да, я вот поговорил немножко о акселераторах, что, в принципе, является довольно логичным, довольно логичной моделью, и если ее правильно реализовать, если есть механизм масштабирования как раз именно вот этого ума, да, в деньгах, вот в процессе акселерации, то ее можно делать. Какие еще появились механизмы? На самом деле, ангельское движение тоже начало приобретать такой характер более организованный, что ли. До этого были ангельские группы, да, и там вот мой партнер в «Глобальных техинновациях», он один из сооснователей как раз крупнейших на северо-западе штатов сети бизнес-ангелов, венчурных фондов Alliance of Angels. Да, они вообще-то уже существовали и работали там уже по 10-15 лет. Но серьезным феноменом и заявкой на успех стал запуск сайта AngelList, да. Это сайт, на котором вообще-то проект, который хочет поднять деньги вот именно ранее такого ангельского до венчурного раунда и, в принципе, сейчас уже и венчурного, да, он создает там свою страничку, приходит, регистрируется, рассказывает о своем проекте, там что-то вроде социальной сети инвесторов, где они могут общаться вместе, да, и вот эти сделки катализируются прямо на этом сайте. То есть опять к вопросу того, да, появление социальных сетей, да, появление вот этой вот связи. Да, но это уже следующий виток, потому что AngelList, на мой взгляд, это просто было логичное развитие, да, это отличная была идея и очень хорошая реализация, и она действительно реально взлетела, да. А дальше AngelList продолжает развиваться, и, например, на AngelList появляются уже такие вещи, да, там, скажем, признанный ангел, да, который сделал много успешных инвестиций, которые не просто хорошие входы, да, главное выходы, да, главное, главное это прибыль, которую он заработал, да. Да, многие хотели бы, да, делать как он, да, это вот как на бирже, скажем, есть успешный трейдер, да, и там можно, там сигналы, которые, значит, вот у него там на покупку-продажу можно их покупать, да, и следовать за ним, по сути, follow me, да. Так вот, в ангельских инвестициях тоже на AngelList уже появилась такая модель, да, когда опытный ангел отбирает, да, и на самом деле консолидирует раунды, он занимается основной тяжелой работой, да, он смотрит проекты, он их оценивает, а остальные, по сути, имеют возможность как пассажир, да, купить туда билет. Почему ангел этот делится, да, ну, да, логично, с остальными? Будущей прибылью, по сути. Они имеют немножко разные условия, он просто имеет более высокую прибыль, там, условно, 80% получают пассажира, да, а он получает экстра 20% себе. А причем деньги эти, да, ну, фактически, да, он получает только лишь за, ну, условно говоря, там, за наводку, да, за указание того, что может в конечном итоге... Ну, вообще-то, по-хорошему, он своими деньгами тоже должен зайти, да, то есть он вообще-то своими деньгами тоже должен ответить, он не должен быть просто источником сигналов, да, это важно, да, потому что вот есть серьезная разница между инвестором и аналитиком, да, который может посмотреть проект и сказать, ну, да, это проект хороший, это проект хороший, я бы инвестировал в него, да, окей, хорошо, но если бы ты инвестировал, почему ты не инвестируешь, да, вот, ну, там, хорошо, там денег нет, да, вот, ну, это вот классический такой ответ, но, в принципе, если есть деньги, да, если ты был успешным, ты должен отвечать, да, и это честная, совершенно честная позиция, на мой взгляд. Единственное, что начинает превращаться, конечно, это немножко уже в какой-то такой, знаете, краудфандинг, да, equity краудфандинг, потому что вот у нас путают немножко еще, да, есть там Boom Starter в России, да, значит, есть там в глобальном интернете Indiegogo, Kickstarter, да, вот эти проекты, это не инвестиционные механизмы, это просто сайты предзаказа, продуктов которых еще нет, и эти продукты, они, может быть, будут выпущены, если достаточное количество предзаказов будет собрано. Это прекрасные механизмы, но это не более, чем просто сайты, на которых агрегируются предзаказы, а вот equity, инвестиционный краудфандинг, да, это когда множество инвесторов по три копейки, по тысяче рублей собирают раунд в миллион долларов, например, да, и все сидят вот мелкими такими пассажирами. Это модель уже вот, по сути, как бы следующий шаг от того, что на Angel List, да, сейчас реализуется в виде вот этой синдикации, но краудфандинговые модели сами по себе, они тоже уже отдельно начали развиваться активно последние два, там, с половиной года, три года я уже это наблюдаю. Это в России причем? Нет, не в России, в России у нас много говорят, давайте equity краудфандинг, давайте все будем инвестировать и так далее, даже у нас в конце прошлого года Live Sreda, они даже профинансировали такой проект, но потом они его прикрыли, заморозили где-то в мае, да, потому что что-то не полетело там и так далее. Сейчас есть попытка этот же проект реанимировать, уже в фонде развития интернет-инициатив, ну, посмотрим, что из этого получится. На мой взгляд, сам по себе вот такой вот краудфандинг, когда деньги, может быть, даже небольшие, собираются с большого количества людей, которые, вообще говоря, не понимают, да, что они сейчас делают, который, может быть, кто-то думает, что он лотерейный билет покупает, может быть, кто-то думает, что он покупает лотерейный билет, который точно выиграет или у которого очень высокие шансы, да, но там очень большой простор для всяких махинаций и здесь правильная законодательная база должна быть и регуляторика все-таки. Это надо сильно прорабатывать, потому что у любой вот такой эквити краудфандинговой истории у нее точно есть очень большой простор для того, чтобы там махинации какие-то происходили. Что еще по части там новых моделей, да, сейчас происходит, ну, как я сказал, это плавильный котел такой, идеальную модель никто еще на самом деле не построил. Сейчас все занимаются тем, что выдвигают гипотезы и пытаются их проверить, да. Значит, что-то не работает прямо с самого начала. Что-то работает в начале, на входе, нормально, отбор проектов там и так далее. Но пока еще не было там хороших выходов, да. По там эквити краудфандингу есть серьезные вопросы регуляторные. В Соединенных Штатах, кстати, очень серьезные движения произошли буквально в течение последнего года, потому что СЕК, ну, это их аналог ФСФР, да, они разрешили паблик солиситинг, то есть они разрешили на самом деле поднимать деньги на публике, да. То есть раньше нельзя было просто аферту такую, вот я такой хороший стартап, пожалуйста, бабушка, неси мне там свою пенсию, да, и все будет хорошо. Вот, раньше это было запрещено. Сейчас сильно ослабили, да, эти ограничения. И в том числе это делается для того, чтобы вовлечь в финансирование инновационных проектов и именно развитие, фундаментального развития новых технологий на ранних этапах, чтобы туда влить больше денег от широких слоев населения. Чтобы они, может быть, сначала почувствовали сопричастность, а потом уже там можно делать следующие шаги. Кстати, вот такая ключевая, на мой взгляд, идея кровофландинга именно в сопричастности. Да, но вообще... Задача-то все-таки не проинвестировать в классическом смысле слова и получить на прибыль, а именно в соучастии. Ну, в принципе, да. Это, конечно, здорово, да, это будет греть, но вы, там, мы все помним пример, например, там в Эпли был первый, там, один из первых фаундеров, да, который там за три копейки, в общем, продал свою долю, да, которая сейчас какие-то безумные сотни миллиардов стоит, да. Сопричастность у него есть, сто процентов, никто вообще этого. Но кем его, в принципе, вот сейчас считают с точки зрения его успеха как предпринимателя? Пусть даже у него другие бизнесы и все хорошо там было, да. Здесь сопричастность, сопричастность и рознь, да. Поэтому для людей, которые этим занимаются как развлечением, да, вот можно пойти там в клуб, да, можно пойти в ресторан, там, потратить тоже там тысячу рублей, там, две тысячи рублей и просто, да. И вот, ну, сегодня вечером получил удовольствие короткое, да, а завтра уже, в общем, и не вспомнишь об этом. А можно купить билет плацкартный, да. Сидячее место, последний вагон, туалет закрыт, но на поезде написано, он следует на станцию счастья. Вот это вот есть, вот это вот есть такая, знаете, вот такая вот мечта и ощущение самой, что ни на есть настоящей сопричастности к чему-то великому. Причем каждый такой билет, да, значит, это вот часто приходится, говорят, вот, следующий Google, следующий Facebook, там, или следующий еще, там, кто-то, да. На самом деле надо понимать, что Google, Facebook и так далее, вы знаете, мы по пальцам одной руки можем пересчитать те проекты, в которых вот такие сумасшедшие были выходы инвесторов, просто безумные, да. А вообще большинство, вот так вот, если в среднем посмотреть те проекты, которые успешные, да, а их тоже на самом деле порядка 10% может быть, там, ну, 15% в лучшем случае, да, все остальные просто это списание полное, вот, то вот эти хорошие проекты, это не Google и Facebook, но это те проекты, которые покупает Google и Facebook, да, покупает тоже за десятки, иногда за сотни миллионов долларов, да, иногда даже за миллиарды. И они своим инвесторам возвращают, вообще говоря, хорошие деньги, да. Но бизнес этот рискованный, поэтому покупка вот этого билета, да, значит, вот в этот вагон, да, поезд на станцию счастья идет, но это последний вагон, и он оторвался, да, и где-то затерялся, знаете, на ветке, которая не эксплуатируется, и обходчик даже там не появляется, и все. Очень метафорично. Миш, давайте, у нас есть вопрос, звонок от нашего слушателя, пообщаемся. Максим, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. День добрый, вот достаточно интересная тема, но, я, к сожалению, не запомнил, как зовут гостя, но вот вы рассказываете в основном о бизнес-модели фондов этих западных, а вот расскажите, пожалуйста, о бизнес-модели российских фондов, поскольку вот я сам являюсь предпринимателем, и у меня был какой-то, был момент в моем, так сказать, бизнес-деятельности, когда мне, ну, действительно, вот прям нужны были деньги, куда бы я не бегал, кому бы я не бегал, все заканчивалось либо разговором о том, что 95% доли компании я отдаю и не принимаю никаких решений, либо же просто эту идею пытались скопировать, украсть, и я для себя сделаю, что в нашей стране нету этого направления, как венчурные фонды, а если есть, то они хотят сверхприбыли, сверхкороткие сроки, и к ним нужно приходить тогда, когда вы уже каким-то образом сами запустились. А о российских, да, реалиях, если есть такая возможность, затроните тему, и куда прийти, собственно говоря, прям конкретно скажите, вы приходите туда в какое-то время и говорите там то, что вы считаете нужно, вот на это, за эти 30 секунд, которые вам выделили. Максим. Спасибо, Максим, за вопрос, спасибо. Я, прошу прощения, Миша, смотрите, у нас времени, к сожалению, совсем не осталось, в том плане, что мы, наверное, не успеем сейчас ответить на вопрос Максима. Мы прервемся, послушаем новости, да, попьем водички, собственно, приготовимся, а потом ответим на вопрос. Итак, новости на Финам. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. Сегодня в студии Михаил Цыганков, управляющий партнер глобальных техинноваций. Мы говорим о венчурном капитале, о венчурных инвестициях, да, как изменились модели по сравнению с недавним, кстати, прошлым, да, традиционно. Миша все рассказал, как выглядит традиционно, в белом мне очень понравилось. Все было так красиво, в белом сейчас, видимо, менее красиво, но не хуже. Вы знаете, я так говорю в белом, потому что мне всегда вспоминается, знаете, кадр из фильма «Матрица», да, там был главный архитектор, помните, да, он был в такой комнате, да, там все было в экранах, он весь в белом был, да, сидел на белом кресле и вот так вот. Вот так выглядит венчурный капитализм. Выглядел. Должен бы, да. Должен бы, но, к сожалению, к сожалению, а может быть и без оценок. Сейчас все несколько иначе. Ну, давайте на вопрос Максима мы ответим. Да, Максим на самом деле хороший вопрос задал, спасибо большое, потому что я потихоньку как раз двигался именно к тому, а как у нас здесь, вот в России, это преломляется через нашу призму, через нашу призму нашей культуры, да, нашего культурного слоя, да, по сути истории развития и становления там рынка, рыночной экономики, которая у нас очень короткая, по-хорошему 15 лет вот. Это ничто. Это ни о чем, да. Значит, поэтому, значит, пункт номер один. Базовые посылки, которые работали в течение десятилетий на развитых рынках, в первую очередь там в Соединенных Штатах, в Калифорнии, да, и в Европе, в общем-то нет предпосылок к тому, чтобы они не работали у нас, да, там в нашем правовом поле, сделки от этого не меняются. Мы, у нас все-таки государство светское, и есть государства, да, в которых на самом деле религия накладывает очень серьезные ограничения на то, чтобы вообще там структурировать такого рода сделки. Слава Богу, у нас в этом смысле руки не связаны, и поэтому фонды, работающие по классической модели, они у нас существовали еще там с 90-х, то есть были, финансировали проекты, и есть фонды, которые уже потихоньку приближаются даже к окончанию своего, ну, естественному окончанию своего срока существования. У фонда он порядка там 10, ну там 12 лет, обычно не больше, да, в этот момент они должны все активы, которые у них есть, ликвидные, продать, да, и распределить деньги, желательно с прибылью, желательно с очень большой, среди своих инвесторов. Одновременно с этим в России у нас есть такие механизмы, которые не распространены, например, там в англоязычном мире, да. Это специализированные фонды и инвесторы, которые занимаются копированием проектов, которые уже начали схватываться с рынком там, на Западе, в Соединенных Штатах в первую очередь, и которые еще не успели локализовать свой продукт, да, или запустить его здесь в России. Вот это вот довольно короткое окно возможностей, которые можно использовать. Здесь... Успеть запрыгнуть, да? Да, да, да. Опять, если аналогии с поездом. Успеть, знаете, это не успеть запрыгнуть, а это, знаете, вот свою вагонеточку, да, вот так вот подцепить и ехать в вагонетке своей, да. Нет, в поезд тебя не пустят, потому что у тебя нет билета. К поезду подцепить. А вот зайцем в вагонетку подцепить, это вот оно самое, да, и в принципе, да, по такой модели, у нас, скажем, самые популярные социальные сети российские, которые есть, они и были созданы, да. Значит, ВКонтакте в самом начале был прямым клоном Фейсбука, да, начиная от цветовой гаммы и заканчивая вообще последними там строчками, кнопочками на пользовательском интерфейсе. ВКонтакте, извините, Одноклассники были прямым клоном Classmates, это тоже очень популярная была социальная сеть в Соединенных Штатах, она еще живет до сих пор, но, в общем, Фейсбук там уже всех победил. Были еще интересные вещи, скажем, там Азон, да, технически говоря, это клон, конечно, Амазона, да, но я хорошо знаю отцов-основателей, да, я знаю историю, по которой это все случилось, то есть там это случилось естественным порядком, так получилось, что у них сначала оказался, значит, магазин, да, сам по себе вот эта витрина, а потом они начали думать, а что с этим можно делать, вот, и когда они узнали, что оказывается в Америке там вообще нормально торгуют книгами, да, через интернет, подумали, ну, почему бы нам просто не использовать то, что у нас уже есть, да, и не попробовать, и так вот дальше это пошло. Есть специальные инвесторы, которые просто этим занимаются, да, копикатами. У нас в России, ну, этим известен фонд Fastlane Ventures, да, то есть и первые вещи, которые они делали там 3-4 года назад, это все были вот такие вот копикаты. Я не вижу здесь большой, как бы, этической, скажем так, проблемы там вот в этом копировании, потому что здесь ничего личного, да, это вот есть бизнес opportunity, возможность, да, и они ей пользуются. То есть предъявить, ну, условно говоря, в Фейсбук тому же контакту ничего не мог. Нет, в принципе, там можно предъявить, если они копируют, например, код страниц и так далее. До такого доходит. А бывает. Доходит, доходит до такого, да, и серьезные по этому поводу вообще разбирательства регулярно случаются, да. Вот это можно предъявить. А так вот в целом, да, если там какой-то проект, он не справляется, например, значит, он справился покрыть английский язык, французский, там, да, все европейские, а там вот китайские никак, да, ну и все, ну извини, да, то есть нет ничего страшного, что там ребята, да, они смогут это скопировать. Знаете, в чем нюанс, да, вот классический интернет-проект, да, вот такой интернет-проект, он обычно с точки зрения такой вот инновационности и какого-то секретного соуса внутри почти ничего в нем нет. В нем максимум есть бизнес-модель или какой-то пользовательский интерфейс и простой организм, оригинальный и такой интересный. Внутри там ничего нет, он пустой, да, поэтому его скопировать очень легко, поэтому в интернете вот это вот самое главное, самая главная проблема. Вот, проект, у которого внутри есть технологическая начинка, да, какая-то, какое-то изобретение, какой-то алгоритм, который повторить невозможно, да, или очень трудно, или очень дорого, да, вот этот проект фиг скопируешь. Он является гораздо более привлекательным с точки зрения инвестиций. И вот это вот пласт инвесторов, которые у нас есть, да, и на самом деле у нас даже вот на некоторых историях успеха даже уже так получается воспитано там, ну, они короткие поколения стартаперов, да, но уже поколение стартаперов есть, которые вообще вот, ну, как бы по-другому и не мыслят. Они хотят вот в рамках этой модели, быстренько там что-то нашли на angel-листе, о, поднимается, о, поднял деньги, быстренько, раз, сделали здесь копию и начинают бегать и говорить, ребята, у нас вот такое, оно точно такое же, как там, там сейчас подняли 15 миллионов долларов, дайте один. Всего лишь. Да. Вот. К вопросу Максима возвращается. Во-первых, это действительно так, да, вот он говорит, я обращался, мне говорит, давай. Вы знаете, такие случаи, я вообще не удивлен, да, такие случаи точно бывают. В принципе, классические ангелы, да, бизнес-ангелы российские, они вообще пришли из, ну, таких нормальных, обычных бизнесов, торговали лесом, торговали нефтью, торговали металлами или цвет мед собирали, что еще покрепче такой, значит, суровый бизнес. Вот. Они привыкли все контролировать. Поэтому, если даже к нему приходят там предприниматели и говорят, вот у меня такая идея и все такое, там, давай, проинвестируй в меня. Он говорит, значит, так, короче, я знаю, как дела вести, да, давай, у меня там 51% сразу, да, значит, даю тебе там. Максим говорит, 95 даже. Ну, 95, это если, 95 до такого может доходить, если копикат, то есть, если копирование прямое, да, вот там вообще, да, потому что там, в принципе, по сути, да, финансировать нужно только руки, которыми работать. Я не думаю, что проект, у которого есть какой-то внутри действительно там серьезная задумка и секретный соус вот этот, который нельзя повторить, что с ним вообще адекватно можно вести там переговоры о том, что там, давайте, ребята, вам 5%, да, это справедливая доля, значит, вперед работать. Знаете почему? Потому что деньги инвестор дает людям. Он не бизнес-плану дает, и не бизнес-идеи, и не сайту даже, он людям дает. Эти люди должны быть мотивированы, да, значит, потому что как только эти люди становятся демотивированы, теряют вообще интерес к этому, они уходят, и все рушится. И тогда инвестор свои деньги просто потерял. Поэтому инвестор, на самом деле, сам должен быть гарантом баланса, да, вот этих вот интересов. Если он начинает отжимать предпринимателя до состояния, когда там, ну ладно, давай, у тебя 5%, да, это означает, что он как раз таки не является квалифицированным инвестором, и с ним лучше в эти отношения не вступать. Ну а квалифицированный-то есть в России уже? Есть. Ведь Максим, вот, да, крик души, что называется, ребят, ну куда податься-то, мне действительно нужны. Есть, есть на самом деле несколько фондов, которые активно работают, у которых есть история успеха, то есть я очень уважаю Александра Галецкого, да, и Алмаз, то есть у него там первый Алмаз, сейчас открылся второй Алмаз, они там с перекрытием работают, и еще там третий фонд рядом, да, активно работают технологические предприниматели, в общем-то, там Руна, которая изначально должна была быть пассивным фондом совсем еще до Венчура, которая развилась в то состояние, когда они делают Венчур, у них тоже есть интересные сделки, есть, конечно, тоже там сделки под вопросом, не понимаю, зачем это делалось, есть интересные фонды, которые в Digital Media работают, да, это IT Capital, там есть потрясающие вещи у них в портфеле, то есть потихоньку все движется, но, знаете, вот сейчас вот эту черту подвести, к сожалению, пока еще рано, да, потому что цыплят считают по осени, и в конечном итоге успешность фонда, это финальный IRR, да, возвратные инвестиции, которые он сделал уже по окончанию срок своего действия. А это, да, как вы упомянули, 10-12 лет сначала, да, то есть еще требуется подождать. Ну, ближайшие 5 лет будут очень интересными, потому что мы начнем уже первых цыплят считать и недосчитываться, наверное, и... Я понял, спасибо, Миш, поживем-увидим. Итак, уважаемые слушатели, я благодарю Михаила, Михаил Цыганков, управляющий партнер глобальной техинноваций, будет сегодня в студии бизнес-класса, мы обсуждали, ну, проблемы все же, да, пока еще венчурных инвестиций, проблемы венчурного капитала, как и традиционных, переходят в новые модели развития. Ну, главное, что развивается, да, будут новые модели, старые модели, главное развитие. Спасибо огромное, Миша, спасибо за внимание, успехов в бизнесе, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!